друзья всем привет сейчас я нахожусь на одном из наших объектов на котором мы делаем реконструкцию крыши сейчас у нас идет этап монтажа гибкой черепицы с этой стороны видите уже участок практически готов есть какие-то небольшие там работы в районе конька с этой стороны сейчас ребята закарабкались на леса мучаются немножко с яндовным ковром вот этот вот видите ковер это называется яндовный ковер вот они раскатывают и пробивают пистолетом здесь вот у нас лежит такая вот красивая гибкая черепица джеки драгон для упаковки здесь несколько гантов канково-карнизной черепицы сейчас я вам покажу как она монтируется у нас она у нас идет и на карнизный свесу в самом начале мы его монтируем и потом еще на конек сверху если посмотреть не буду закарабкаться туда дальше чтобы лишний раз не ходить по гибкой черепицы вот но смысл такой что вот эти вот кронштейны идут у нас под гибкую черепицу они закручиваются саморезами соответственно потом устанавливается доска для того чтобы удобно было передвигаться когда полностью ребята уже сверху все сделают вот они будут спускаться вниз и постепенно откручивают вот эти кронштейны выбирать доску и потом обратно прижимать гибкую черепицу может быть где-то феном прогревать мастикой промазывать для того чтобы она нормально качественно приклеивалась здесь вот у нас идет так вот линдовный ковер также установлены снегодержатели вот в этом месте идет один сантиметр примерно отступ от торцевой планки для того чтобы у нас образовался желобок и спускалась вода здесь вот у нас лежит вентиляционный такой элемент конька вот сюда вот прикручиваются саморезы его есть специальная права поролоновый уплотнитель от задувания снега от мошкары есть вот такие вот лабиринты а также для того чтобы снег у нас но не задувал сюда не попадал под кровельное пространство в то же время воздух у нас будет выходить вот тут тоже у нас снегодержатели вот установлена водосточная система деки люкс снизу у нас идет вот здесь вот капельник дальше идет коньково-карнизной черепицы это он тоже покажу сейчас дальше и уже с небольшим отступ на примерно пол сантиметра сантиметра идет уже рядовая черепица деки dragon ламинированная черепица так вот коричневого красивого цвета тут наверху у нас коньки там наверху у нас тоже коньки также поставили вилковскую трубу одну вентиляционную с этой стороны тут еще не смонтирована гибкая черепица у нас здесь уложен полностью самоклеивающий подкладочный ковер вот он здесь видно у него липкая такая часть битумная вот прибиваем его просто скобами от степлера потому что потом когда мы будем прибивать ганты гибкой черепицы все равно гвозди его будет прижимать поэтому его нужно просто временно все закрепить в яндову проложили яндовный ковер специальный вот здесь вот мы сейчас ребята по нитке устанавливают торцевую планку снизу у нас идет капельник выйти ну или карниз на планку и по-другому называть сверху на нее мы наводим подкладочный ковер в разных инструкций по поводу этого узла по разному написано где-то написано что ковер должен идти под карнизную планку сейчас вот мы пришли к тому наверно что лучше заводить подкладочный ковер на карнизную планку хотя себе когда я делал монтировать все дело наоборот но я думаю что вот этот вариант лучше потому что если вдруг происходит как это не дай бог происходит какая-то протечка или даже сейчас пойдет дождик у вас вода в будет течь по по подкладочному ковру на капельник на карнизную планку на эту и дальше уходить желоб здесь вот чуть ниже спускаемся у нас идет желоб декилю как я говорю монтируем его вот на такие кронштейны которые состоят из двух частей есть часть которая у нас уходит под фанеру под осп вот их на него потом монтируется вот такой пластиковый крюк вот эта штука которая уходит под кровь называется кронштейн регулируемый вот вот этот крюк здесь вот если посмотреть видите он крепится на крепится на болтах и потом насколько тебе нужно можешь его приподнять и опустить это очень удобно просто нитку натянул выставил два крайних крюка натянул нитку и потом по нитке уже выставляешь вот эти вот крюки нужно нужно высоту его выставил закрутил болты все больше тебе не нужно заморачиваться здесь вот у нас идет соединитель желоба длина больше трех метров сами сами желоба у нас это длиной 3 метра вот соответственно если тут больше трех метров нам надо как-то эту часть состыковать поэтому идет вот так вот соединитель желоба дальше когда желоб закончится здесь будет заглушка для того чтобы у нас вода через эту заглушку не проходила также нам необходимо срезать углы потому что если вдруг вот по этому же лапку будет попадать вода если она не ну как-то будет сюда заходить да она будет попадать вот в эту вот бортовку и дальше стекать вниз если бы у нас здесь была бы целиковая часть она иногда может попадать сюда и дальше уходить под сам гонт это как бы не очень хорошо поэтому чтобы нам убрать вот эту вот проблему да мы обязательно срезаем уголки дальше наша задача прибить вот эти ганты гвоздями когда монтируется коньково-карнизная черепица гвозди забиваются у нас на один вот этот кубик 4 гвоздя отметки сделали 1 2 3 4 чтобы нижнюю часть вот снизу обязательно нужно прибивать гвозди чтобы нижнюю часть не поднимала и дальше когда мы уже будем монтировать сам гонд самой черепицы вернее то мы будем отступать от этого там расстояние примерно сантиметр да и вот вот эти вот гвозди у нас будут перекрываться все пробили прибили нашу коньково-карнизную черепицу и продолжаем примерно в том же духе и 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 то есть почему я рекомендую делать коньково-карнизную черепицу потому что у нас есть вот такое вот место здесь да и у нас если грубо говоря не будем или подкладывать то тогда большое расстояние вот этот большое расстояние стыка у нас будет по сути на подкладочный ковре где то вот если вы здесь не было коньково-корнирной черепицы видите здесь вот был подкладочный ковер у нас вот это место на такое непонятно если мы используем эту коньково корзинную черепицу это нас стык вот этот длинный до проходит на получается на вот эту коньково-карнизную черепицу у нас есть ты но он у нас попадает на капельный поэтому здесь промазано мастикой и сам коньков плюс сама коньково-карнизная черепица она тоже липта вот это место у нас можно сказать герметично вот в инструкции написано что коньково-карнизная черепица на карниз не используется но мы все равно используем потому что именно вот из-за этого непонятного места чтобы у нас было как бы все надежно вот мы короче рекомендуем и на карнизе и тоже использовать так вот у нас выглядит гвозди друзья вот такой вот небольшой видеоролик обзор нашего объекта с некоторыми нюансами монтажа гибкой черепицы карнизном свете есть какие-то вопросы пишите задавайте так самое главное друзья берегите себя не болейте всем пока